Приветствую вас, дорогие мои братья и сестры, дорогие друзья, всех тех, которые желают сегодня прикоснуться к удивительному живому Слову Божьему. Где бы мы ни жили, в какой бы стране ни находились, у нас есть особое преимущество в субботний день прийти на поклонение Господу, молиться, прославлять имя Его. Нам приятно сегодня быть вместе с зрителями телеканала «Надежда», которые также могут открыть эту удивительную книгу. Желание нашего сердца быть открытыми и чистыми пред Богом, потому что мы ожидаем встречи с тем, в кого мы веруем сегодня, на кого мы надеемся. Видите, наши мечты и чаяния сердца – это тот, который однажды спас нас, привел в свою церковь, сегодня он продолжает заботиться и беспокоиться о каждом из нас. Ожидая этот день, мы, безусловно, думаем о том, как нам оставаться чистым и праведным, таким, как Он. Наша молитва каждый день к тому, который может сохранить нас от падения, тот, который может поставить нас непорочными пред славою своей в радости. Удивительно, что сегодня Бог желает сделать для каждого из нас. Нам хочется быть ближе с таким Богом, чтобы мир не украл нашу веру. Мы каждый день приближаемся к Иисусу Христу для того, чтобы не вернуться вновь в то прошлое, где грязь, где тьма. Чтобы этот мир не растоптал вот те добрые отношения с Богом, которые у нас складываются в настоящее время. Потому что Бог призвал нас не к тьме, а Бог призвал нас к свету. Вначале хотел бы спросить вас, друзья, задать вам такой вопрос. Есть ли в этом зале люди, у которых есть проблемы с сердцем? Есть? А у вас какие проблемы? Духовные или физические сердца? И то, и другое. Я думаю, что с течением времени каждый из нас испытывает определенные проблемы с физическим сердцем. К сожалению, становясь старше и мудрее, мы не становимся более здоровыми. И поэтому он начинает пошаливать сердце. Мы говорим, что-то прихватывает мое сердце. И часто приходится обращаться к врачу-кардиологу для того, чтобы определить, что у меня там внутри. Что с моим двигателем? Ну и, безусловно, у нас есть определенные проблемы и с духовным состоянием. И мы стараемся понять, а что с моим духовным сердцем? Что происходит сегодня со мною? Читая Священное Писание, мы знакомимся с историей Давида, который понимал свою проблему. У него появились проблемы с Господом. И необходимо было эти проблемы решать, потому что он совершил грех. И появились вот эти проблемы с внутренним духовным состоянием этого человека. И он желает обратиться к Господу, чтобы Господь помог ему выйти из этого состояния, потому что он оказался в конфликте с самим собой, с тем, что внутри. Может быть, внешне все остается благополучно и правильно, но чувствуешь, что внутри что-то не так. И поэтому необходимо прийти к Богу, обратиться к Господу для того, чтобы Господь увидел меня, сделал вот этот определенный рентген моего сердца, внутреннего состояния для того, чтобы я мог стать другим человеком. Я приглашаю вас вместе со мной открыть Священное Писание и прочитать замечательный Псалом. Псалом, который называется Псалом Покаяния, 50-й Псалом и 12-й текст. «Сердце чистые сотвори во мне, Божие, и Дух правый обнови внутри меня». Давид молится и просит Господа, чтобы Господь сотворил в нем, даровал ему совершенно другое сердце. Он не просит о том, чтобы Бог даровал ему какое-то определенное благо в своей жизни, потому что часто мы просим о чем угодно. У Господа только не касаемся самого сокровенного. То, о чем мы должны просить практически каждый день и, наверное, каждый час. Он сделал грех против Бога, и поэтому у него нарушились эти отношения. Он совершил грех. Имел близкие отношения с женой другого человека, с Версавией. И поэтому он обращается к Господу. Это Псалом покаяния после встречи с этой женщиной. «Господи, сердце чистое сотвори во мне, и Дух правый обнови внутри меня». Как вы думаете, неужели, друзья, наше сердце может быть грязнее рук, которые мы моем ежедневно? Может ли быть сердце грязнее, чем руки? Давид понимает свою проблему и свои взаимоотношения с Господом. Он видит, что одна проблема, она тянет за собой другую. Когда человек совершает один грех, часто ему приходится совершать следующий. Потому что когда он согрешил пред Богом с этой женщиной, ему необходимо сохранить свое лицо, ему нужно оставаться порядочным царем. Что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо убить мужа Версавии. Совершил один грех, муж невиновен, человек невиновен. Но Давид решает эту проблему своего «я» путем нового греха. И так часто в нашей жизни происходит, что совершив один грех, нам приходится делать второй, третий, четвертый для того, чтобы сохранить свое лицо. И поэтому он делает все возможное, он дает самые разные предложения для того, чтобы освободиться от своего греха. Человек-курий не идет на все уловки Давида, и поэтому он решает его отправить на передовую для того, чтобы в сражении он был убит. У Давида были проблемы и с руками, не только с сердцем. В свое время он пожелал построить дом Божий, дом Господу. Он принял для себя это решение, делает все возможное, чтобы сделать, построить этот дом. А Бог ему не дает такой возможности. А что ему сказал Бог на это предложение? А Господь говорит, что ты не построишь дома мне. Почему? Потому что руки у тебя в крови. Ты не сделаешь этого. Сын твой построит, но ты нет. В сердце могут быть проблемы. Оно может быть грязным. Как внутри, там. Но руки здесь, понятно, что-то берем, что-то трогаем. Руки могут быть грязными, но как может быть грязным сердце? Какое сердце сегодня у нас? Для того, чтобы говорить об этой проблеме, проблеме грязного сердца, для того, чтобы Бог сотворил новое сердце, нам необходимо сказать, что Священное Писание подразумевает под сердцем. Когда мы читаем очень много текстов, священного Писания, которые говорят о сердце. То есть мы говорим, что сердце человека, и Священное Писание упоминает, говоря о сердце, упоминает это как разум человека. Мы говорим о чувствах человека, мы часто говорим о том, что у меня что-то скорбит на сердце, либо радуется сердце. Мы говорим о внутреннем мире каждого человека. Сердце – это внутренний мир человека, это его «я». И часто в нашей жизни мы чувствуем, что у нас проблема с этим внутренним миром, со своим «я». Я не могу делать то, что сегодня или вчера я делал. И человек начинает мучиться. И читая книгу «Притч», 4 глава, 23 текст, где написано, что «больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него, из этого сердца – источники жизни». Поэтому нам необходимо хранить его. Функция сердца – это сделать наш организм чистым. Функция крови какова? Сердце перекачивает каждый день, перекачивает целые составы крови для того, чтобы наш организм мог развиваться благополучно, и мы были бы здоровыми. Потому что из сердца исходит нечто. Хотел бы, чтобы вы вместе со мной открыли книгу пророка Иеремии, 17 глава. И мы прочитали 9-й и 10-й текст, где пророк говорит о проблеме человеческого сердца, что происходит с нами. Итак, мы читаем книгу пророка Иеремии, 17 глава, 9-й и 10-й текст. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Господь говорит, что сердце человеческое очень лукавое. Интересно, здесь ставится вопрос, а кто знает его? А кто знает мое сердце сегодня? А кто знает ваши, друзья, сердце? Может ли наш самый близкий, муж или жена, знать, что у нас на сердце? Может или нет? Да может, в принципе. Потому что и сердце, мы говорим, что источники жизни. Это то есть наше деяние, которое мы творим в своей жизни. Сердце человеческое, оно лукавое, и Иеремия задается вопросом, кто может знать? Бог знает сердце человека. Мы знаем свое сердце или нет? Ну, я думаю, что в большинстве своем мы знаем свое сердце. Мы понимаем, что оно начинает болеть духовно. И человек часто начинает чувствовать вот эти покалывания в сердце, и он начинает понимать, что есть проблема. И вы помните, я как-то говорил вам, что я встречался с одним врачом-кардиологом, который рассказывал мне, что люди сегодня не обращаются в свое время к врачу. Приходят родственники и просят, чтобы больным выписали лекарство. И она спрашивает, а где больной? И они отвечают, а больного невозможно уже даже привезти сюда. Он весь посинел. Вы знаете, у кого есть проблема сердца, синеет кожа. До какого состояния человек держится, что у него уже нет возможности прийти? И Иисус Христос говорил о проблеме человеческого сердца. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 15 главу, мы читаем следующие слова заявления Иисуса Христа. То есть, если мы говорим, что каково сердце человеческое, оно лукавое, оно крайне испорченное. И далее мы читаем следующее, что пишет Слово Божие. 19 текст. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Господь говорит, что, друзья, у вас есть определенная проблема с контролем своего человеческого сердца. То есть, мы говорим, что начинается все внутри. Оно начинает болеть, оно начинает накапливаться, оно все набирает и набирает свою силу. Это то, что говорит Иисус Христос. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния». Как вы думаете, почему, когда появляется такая мысль, мы ее не уничтожаем сразу? Она нам нравится. Нам кажется, что вообще страшно в это подумать, что если из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния и так далее, мы читаем это как отвратительный грех пред Господом. Но нам это нравится. И поэтому мы не тревожимся, мы не бьем в набат, мы не кричим «Господи, пожалуйста, проверь, что у меня там внутри». Мы живем, оно накапливается, накапливается, а потом оно просто прорывает, как вода прорывает плотину, и невозможно остановить. Вы помните, как все начиналось у Лицефера? Когда он в своем сердце говорил сам себе, рассуждал сам собою, что он говорил? Что он предлагал самому себе? «Взойду на небо, выше звезд Божьих поставлю что? Престол свой, и буду подобен Всевышнему». Как вы думаете, какой престол он мог поставить там, выше звезд Божьих? А престол своему «я», своей гордости. Он говорит, есть Бог, есть вся Вселенная, которую он сотворил, но я могу подняться выше и показать, что я выше Бога. А чем показать? Творить что? Он творить не может, он ничего не сделал для Вселенной, но он может заявлять о том, что он тот, который не согласен с Богом, с Его правлением, Его решением. Я вам могу предложить совершенно другую идею. Эта идея, что я могу быть выше, она проявляется в человеческих сердцах. Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной открыли книгу пророка Сафонии. Мы прочитали следующие слова, что делают люди в своей жизни, когда они перестают полагаться на Господа. Книга пророка Сафонии, первая глава, и мы читаем, скажу вам, 12 текст. И будет в то время, это говорит Господь, «Я со светильником осмотрю Иерусалим». Бог говорит, что Он проверит, что Иерусалим – это кто? Кто Иерусалим? Это мы, друзья, это церковь. Бог говорит, что я возьму светильник, я смотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра и ни зла. Люди взяли, вы знаете, действие дрожжей? Оно начинает поднимать, раздувать, и часто невозможно остановить то, что происходит. Это практически действие раковых клеток, когда их невозможно остановить. Они растут, а люди ничего не могут сделать, чтобы остановить их. И здесь Афония говорит, что люди вот сидят на этих дрожжах и говорят, а Бог ничего не делает, ни добра и ни зла. Иди просто своей дорогой, просто верь в Господа. У каждого свой путь к Богу, свой путь к храму, и поэтому Господь ничего ни тебе не сделает, ни плохого и ни худого. Правду ли говорят люди в своем сердце? Потому что в своем сердце они начинают обманывать самих себя. И следующее, мы можем прочитать идею быть похожими на дьявола, который присутствует в человеке. Это вторая глава книга пророка Сафонии, и мы читаем 15-й текст. «Вот чем будет город торжествующий, живущий, беспечно, говорящий в сердце своем, я и нет иного, кроме меня». Люди начинают говорить в сердце своем, я и нет иного, кроме меня. Что происходит, друзья, с нашим сердцем? Слава Богу, что Дух Святой останавливает нас. Дух Святой продолжает трудиться над моими и вашим сердцем. Я могу сидеть на этих дрожжах, и вы можете сидеть. Слава Богу, что это происходит до определенного момента в жизни, когда Господь говорит «хватит». Вы помните тот момент в своей жизни, когда Бог сказал «хватит вам жить так, как вы жили?» Есть совершенно другая жизнь. Мы говорим о влиянии Святого Духа, который невозможно определить, как это происходит. Но Он просто забирает нас, Дух Святой, забирает нас из этого окружения зла и приводит в совершенно другую среду. Бог желает, чтобы произошло это обновление. И Давид, понимая вот эту проблему, он молится и говорит «сердце чистое, сотвори во мне меня». Скажите, а разве грех уничтожает полностью человека, что Давид молится о новом творении? Разве грех уничтожает всего человека? Мое определенное неправильное действие. Уничтожает ли человека настолько, что Бог должен сегодня творить что-то новое? Да, друзья, грех производит великое разрушение. Мы часто не думаем об этом, но так происходит. «Совершая грех, я существую лишь как внешняя оболочка». Внутреннее же состояние, оно становится никчемным. Внутреннее состояние человека, который грешит, является пустым, безвольным, развращенным, развратным и распущенным. Потому что внешне остается вроде бы все внутри, внешне остается вроде бы все замечательно, а внутри происходит вот это разложение. Все начинает гнить внутри. Многие болезни, которыми заболевает человек, они вначале не причиняют боли, они просто протекают безболезненно до определенного момента. И самые страшные болезни как раз, они страшны тем, что нет боли. И для того, чтобы определить эту боль, необходимо сделать диагностику, прийти к врачу, чтобы проверили, что происходит в самом начале. Если я сегодня не провожу вот этой духовной диагностики, у меня могут появиться самые большие проблемы. А каким образом я могу сделать эту духовную диагностику своего состояния? А лишь только тогда, когда я соприкасаюсь со Словом Божьим. И очень правдиво, конкретно говорит апостол Павел по этому поводу, что делает со мной Священное Писание. Соприкасаясь с Ним, я начинаю смотреть себя. Что происходит? И когда читаю Слово Божие, то я понимаю, что у меня внутреннее состояние мое не соответствует моему внешнему состоянию и поведению. У меня есть определенная проблема, над которой мне приходится работать. И Давид понимает эту проблему, он конкретно просит Господа. Прийти к Господе и, пожалуйста, сделай что-то с моей ветхой плотью. Я прошу Тебя, сделай меня совершенно новым, другим человеком. Давид не просит и не говорит, Господи, очисти мое прежнее сердце. Почему? Да потому что он понимает проблему несостоятельности своего ветхого человека. Скажите, друзья, хозяйки, как часто вы чистите сковородки? Сколько раз в две недели? Или когда она черная уже стала? У всех по-разному, правда? Но сковородочку проще с ней, понимаете? Ну, подгорело там, взял хороший ёшек, какое-то специальное средство, почистил, но через два дня она опять будет закопченной. Давид понимал. Он говорит, Господи, я не прошу Тебя, чтобы Ты что-то сделал с моим сердцем, просто немножко как-то его почистил. Господи, сотвори во мне совершенно другое, новое сердце. И только Бог, друзья, может изменить нас. Он может сделать нас другими людьми. Спасение – это явление дивного могущества Божьего. Это то, что делает Господь с каждым из нас. Прежде всего, в исцелении нуждается наше сердце, иначе все остальное тогда просто не будет иметь никакого смысла. Сердце – это своего рода такой руль души, и пока этот руль не окажется в руках у Господа, мы постоянно будем идти и плыть в совершенно неправильном направлении. Бог говорит, что вам необходимо отдать свое сердце мне. Я его сделаю совершенно другим. И когда мы читаем слова Давида, давайте мы вновь откроем этот 50-й псалом Давида, и прочитаем четвертый текст, когда мы читаем решение вопроса, как избавиться от того сердца, которое есть у тебя в данный момент. Он пишет, четвертый текст, «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Почему он так молится? Он просит, Давид просит, такого многоразового омовения. Давид, да и каждый из нас, наверное, друзья, слишком много пролежал в грязи. Так или нет? Не так легко отмыться. Слишком долго ты там находился, и Давид понимал, настолько грязь прилипла к тебе, поэтому необходимо ни раз, ни два мыться. А здесь написано сколько? «Многократно омой меня, Господи, потому что грех, как грязь, они прилипли ко мне». И он говорит, «Господи, делай этого до того момента, пока самое последнее пятно, которое есть, пятно греха, которое есть во мне, оно бы не исчезло». Мы часто говорим, «Вот Давид, сколько грешил, а Бог все его прощает». Друзья, такой молитвой, я не знаю, молился ли кто-либо из нас. Потому что здесь как раз я могу научиться у этого человека, что как он молится, он не просит о внешних изменениях норм поведения человека. Потому что лицемеру достаточно иметь внешнее благополучное состояние. И лицемер всегда беспокоится за то, чтобы внешне его платья, одежда, оно было чистым. Что внутри? А вы не копайте, а вы не забирайтесь в мою душу, потому что никто вам не дает такого права. Давид говорит, «Господи, пожалуйста, вмешайся, посмотри». Потому что он говорит о том, что «И от греха моего очисти меня». Что может очистить человека от греха? Давайте мы прочитаем 9 текст. «Окропи меня и сопом, и буду чист, а мой меня и буду белее снега». «Окропи меня, Господи». А чем может окропить нас Господь? Друзья, только кровью. Вы помните Ветхозаветное время? Вы помните, как люди приносили свои жертвы, как проливалась кровь, для того, чтобы люди могли понять и увидеть то, что сделает Христос с нашими грехами. Есть тот, который может простить нас. Есть тот, чья кровь прощает все наши беззакония. И поэтому здесь Давид просит об этом. «Окропи меня и сопом, и буду чист». Сколько бы ни было, друзья, у нас скверны, по своему могуществу Господь может сделать, очистить нас и сделать нас белее снега. Мало того, вот эти слова, они позволяют мне сегодня задуматься о том, Господи, могу ли я стать таковым человеком, что здесь Давид не просто просит о прощении, а о чем еще просит Давид? Он говорит, не только прости меня, но и освети меня. Он просит об избавлении от зла. И как здесь написано, и буду белее снега. Скажите, а что может быть белее снега? Насколько сильна эта гипербола, которую упоминает Давид? И он говорит, что я могу быть белее снега. А дело все в том, что Бог поднимает. Бог восстанавливает, не втапливает, не раздавливает, не опустошает человеческое сердце, а Бог поднимает и делает совершенно другим, другим сердцем, другим состоянием наполняя человека. Здесь написано, что убили меня, и я верую, что ты это сделаешь, Господи. Вы знаете, друзья, в Писании очень мало таких людей и текстов, которые говорят о такой вере. Ты согрешил, ты пал, ты практически никто пред Богом, потому что возмездие за грехи и смерть. А здесь он просит о прощении, и он говорит, что, Господи, я не просто прошу прости меня, сделай меня белее снега. То, что Давид мог возрадоваться в надежде на полное очищение, друзья, это чудо веры. Иметь такую веру непросто. Вы спросите, почему? Да потому, что у нас есть неправильное представление покоения о том, насколько Бог готов простить каждого из нас. Как часто в своей жизни, после молитвы даже, мы встаем, и мы не чувствуем облегчения. Я начинаю говорить сам себе, я остаюсь по-прежнему несовершенным человеком. я начинаю хныкать каждый день. Видно, Бог меня не услышал. Вдруг мгновенного какого-то изменения не происходит, я остаюсь по-прежнему грешным человеком. Я грешный, я грешный, я грешный. Друзья, с таким подходом всю жизнь мы будем грешными людьми. Бог говорит, я твои грехи простил, я верю в это или нет. Как многие люди часто не могут поверить, что Бог мои грехи простил. Давайте мы откроем книгу пророка Исаия первую главу. Мне нравятся эти тексты, когда Бог говорит, что я могу сделать с тобой. Давайте мы откроем первую главу и мы прочитаем с 15 текста. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Бог говорит, друзья, если вы сегодня желаете изменения своей жизни, вы расскажите мне об этом. Я не могу насильно заставить вас сделать вас другим человеком. Но если вы приходите и каетесь, что я делаю с вашими грехами? Если они самые красные, я их просто убелю, как волну, как шерсть, выбеливаю. Господь говорит, что я ваши грехи при истинном покаянии, я ваши грехи опустил куда? В морскую пучину на дно человек говорит, да нет, Господи, такого просто быть не может. А ну-ка, нырну я и посмотрю, действительно ли они там. Человек ныряет туда, смотрит, где грехи, точно, но поднимать свои не очень-то приятно. Поднять, а ведь рядом другие лежат. И потом я поднимаю и говорю, о, так я знаю про вас. Бог говорит, они там остались. Не делайте этого, не поднимайте этих грехов. И поэтому мы говорим о той проблеме, которая сегодня может быть во мне. Я не грешный человек. Если ты себя считаешь таковым, то ты и будешь всегда грешным. Потому что Иоанн пишет о том, что рожденный от Бога, он не грешит. И у нас получается какой-то двоякое мнение. Мы грешные люди или не грешные? Мы можем грешить или можем не грешить? Нам всю жизнь оставаться в грехе, либо мы определенную часть времени можем жить без греха? Что скажете? Друзья, Давид этот псалом показывает, Бог может каждого человека сделать белее снега. Без этих слов я действительно могу просто мучиться и болеть, что я прошу, я что-то делаю, ничего не получается. Бог говорит, что вы придите и мы рассудим. Но для того, чтобы быть белее снега, как мы читали здесь, тебе тоже необходимо что-то делать. Пожалуйста, остановись, то, что ты делал, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши. Человек не может это делать. Бог говорит, что я могу изменить, я могу даровать вам новое творение. Вы можете стать совершенно другим человеком. Как нам узнать, что я действительно стал другим человеком? Я могу сегодня узнать, у меня чистое сердце или нет? Можно сегодня узнать, каково наше сердце? По каким признакам? Я могу сказать, что у меня все нормально, и вы можете сказать, у меня сердце все нормально, да, физически побаливает, но духовно все нормально. Давайте мы откроем книгу пророка Языкиля. 36 главу, для того, чтобы нам реально убедиться, что происходит с сердцем, осталось оно все тем же, либо оно изменилось. 36 глава. «И дам вам новое сердце», 26 текст говорит, «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, сделай то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать, и выполнять их, и будете жить на земле». Скажите, друзья, у нас есть проблемы с исполнением заповедей Божьих? Есть проблемы? С какой заповедью? у каждого своя? Интересно написано, «обложу внутрь вас дух мой». Дух человеческий отличается от Духа Божьего? Отличается. Насколько? И Давид говорит, что дух правый обнови внутри меня. Дух разный. Но мы говорим о влиянии духа на наше сердце, на наш разум. Бог готов даровать, вложить в нас. Вложу внутрь вас дух мой. Друзья, вы когда-то в своей жизни почувствовали, что вас Господь вкладывает совершенно другой дух? Или нет? Или не было еще в жизни такого? Было или нет? Что дух другое, потому что когда ты хочешь ответить злом на зло, ты не отвечаешь. Это сила человека. Почему ты не можешь сделать? ты можешь ответить тем же, но ты не делаешь. Почему? Потому что дух другой. У тебя есть желание исполнять то, что сегодня предлагает тебе Господь. с этим трудно иногда смириться, потому что ветхий тянет человек, но Давид молится Господи, а ты совершенно другое сердце вложи, сделай меня совершенно новым человеком. Друзья, нельзя в течение 20-40 лет ходить вот таким наполовину ветхим и наполовину новым. Либо ты то, либо другое. Сегодня я оцениваю себя как ветхий порочный человек, либо я сегодня оцениваю себя как новый человек, с новым сердцем, с новым разумом, с новым именем, с новым путем, по которому ведет меня Господь. Все зависит от моего отношения к жизни. Это как отношение оптимиста и пессимиста к стакану воды, где половина стакана воды. Что говорит пессимист? Да там всего лишь половина. Очень плохо. Что говорит пессимист? Так там уже половина, осталось еще чуть-чуть и будет полный. Господь говорит, посмотрите, что с вашим духовным состоянием. Я оцениваю себя. Сегодня во мне половина и чуть-чуть останется, чтобы быть полным. Либо я говорю, да там всего осталось половина. И скоро вообще все придет к тому, что высохнет и вторая половина моей жизни, моего духовного состояния. Господь говорит, я тебе предлагаю совершенно другую идею. замечательно, что в Библии есть эти тексты покаяния. Еще хотел бы прочитать тексты Священного Писания Иоанна, 14 глава, когда Иисус говорит следующее в 23 тексте. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Скажите, Бог может присутствовать в грязном сердце? Нет. Потому что там либо Дух нечистый, либо Дух Божий. И Господь говорит, что я могу прийти в ваше сердце, вместе придем, и обитель, а что значит обитель там сохраним, создадим? Что значит обитель? Да мы просто поселимся там, мы будем жить вместе с вами. Господь говорит, что я хочу прийти с Отцом Духом Святым и просто жить там в вашем сердце, не изредка приходить. Это мы часто бегаем, мучаемся и думаем, сегодня с Богом хорошо, вечером пусть без Бога, пусть Он не видит меня, завтра Он меня пусть опять увидит, а послезавтра опять вечером я бы не хотел, чтобы меня Господь видел. Господь так не делает. Либо Он поселяется, либо я говорю, Господи, я не хочу быть с Тобой. Я тогда говорю Богу, выйди от меня, Господь. Так сказал Петр, когда он увидел, что сделал Христос с Его сетью, с Его лодкой, когда он упал перед Христом и сказал, выйди, я человек грешный, я не могу Господи находиться при Тобой. Ты мне сказал, сделай, закинь сети, а я спорил с Тобой. Сегодня мне и вам Господь говорит, попробуй забрось сеть. Без Бога я забрасываю сеть и знаете, что я достаю? Знаете, как часто многие рыбаки достают вместо рыбы? Просто какой-то рваный грязный сапог, который плавал по реке. И я могу в своей жизни достать сеть, а там грязные рваные сапоги, проволока и все остальное. Либо я могу достать такую сеть, которая будет рваться от наличия той рыбы, которую Господь сегодня дарует мне и вам. Господь сказал замечательные слова в своей Нагорной проповеди. Блажены чистые сердца, ибо они Бога узрят. Я очень хотел бы увидеть Бога, увидеть ноги Бога, но здесь Христос говорит совершенно о другом состоянии увидеть, чтобы возрадоваться. Можно видеть и бояться, а Господь говорит, счастливы те люди, которые имеют чистое сердце, которые говорят, Господи, ты видишь, я грязный, но я верю, что ты можешь меня сделать другим человеком. Вы верите в это? Давайте об этом помолимся. Господь наш, Бог наш, мы вновь обращаемся к Тебе, потому что мы дети Твои, и мы нуждаемся в Тебе, как в Творце и Спасителе. Господи, Ты видишь проблемы каждого человеческого сердца. Когда мы пришли к Тебе и испытывали эту радость служения, в начале, может быть, в начале христианского пути мы на каком-то этапе остановились, что-то отвлекло нас от Тебя, а может быть, что-то понравилось нам более, чем Ты и Твое Слово. Господи, мы встали на совершенно другой греховный путь, а Ты желаешь обновления, а Ты желаешь исцеления. Ты сам в Слове своем говоришь о том, что придите, пожалуйста, давайте мы с вами побеседуем, рассудим, что я сделаю с вашими грехами, с вашим сердцем, и вы будете белее снега. Господи, что Ты предлагаешь нам быть белее снега? Прости нам, что мы не верим в это. Мы даже не допускаем, может быть, такой мысли, что мы можем быть белее, чем мы есть на самом деле. Это не самоуверенность, это Твои слова, Господи, когда мы просто приходим к Тебе, говорим, что есть на сердце, в разуме, и когда мы просим прощения мы желаем, чтобы и в это часто услышал и благословил народ Твой, благословил каждого из нас, сделал нас чистым, Дух Господи в нас обновил, чтобы мы всегда поступали правильно по правде Твоей. Мы молимся за тех наших дорогих друзей, которые, Господи, сегодня имеют особые переживания своего сердца, потому что они больны. Мы просим за семью Хачатрян, Господи, Ты знаешь, что происходит там, за молодого человека, которому всего лишь 17 лет, а ему поставили страшный диагноз. Господи, мы отдаем его в Твои руки и просим, чтобы Ты руководил им. Даруй надежду на спасение. Даруй, Господи, нам такую надежду, чтобы сегодня, каждый день, подаренный Тобой, это было благословением и проверкой времени нашего духовного состояния, чтобы этот день я мог использовать, чтобы сблизиться с Тобою. Господи, благослови больных из народа Твоего и поддержи тех, которые духовно ослабели. В чем-то они разуверились, они потеряли веру, Господи. Помоги, чтобы восстановилось это доверие Тебе, чтобы восстановились наши отношения друг с другом, и мы, Господи, могли следовать к тому дню, который Ты назначил. Ты скоро придешь, чтобы взять своих, а каждый из нас хочет быть Твоим своим, Господи. Помоги нам в этом. Во имя Христа мы просим Тебя. Аминь.